Позади теория, впереди несколько месяцев практики. Юные географы и участники образовательного проекта Краевого отделения Русского географического общества под чутким руководством наставников Открывают край заново вместе. Именно так называется проект, который проводят при поддержке президентского гранта. Вот в чем его суть, мы узнаем у Ирины Архиповой, председателя Алтайского краевого отделения Русского географического общества. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Если не ошибаюсь, проект стартовал в начале этого года. Какую программу ребята уже освоили? О чем узнали? С февраля месяца у нас идут образовательные занятия. Они проходят по субботам один раз в две недели. Мы приглашаем специалистов в области экологии, природопользования. Это ученые, преподаватели, практики. Для того, чтобы рассказать ребятам основы географических и экологических знаний. А сколько сейчас участников? Ну, ребят, естественно. Участников. У нас наши участники не только дети, это учителя, школьники. И получилось так, что появилось желание принять участие даже не только у учителей и школьников, но и у их родителей, что особо радует, приятно. И по предварительным расчетам у нас уже около 120 участников проекта. Так, то есть тех, кто сидит за партами непосредственно, да? Мы проводим не только очные занятия. То есть для тех ребят, которые живут в других районах края, мы ведем заочное проведение занятий. То есть они могут просмотреть наши лекции в формате прямой трансляции или заочно после проведения занятий. А когда они уже к практике приступят? И на каких территориях будут работать? Почему именно эти места выбраны? Ну, небольшая практическая работа уже ведется сейчас, потому что одна из задач образовательной части – это выбор географических объектов, которые ребята потом будут самостоятельно изучать. Поэтому сейчас уже мы пытаемся составить географическое описание объектов, то есть объясняем ребят, как это грамотно сделать, и картографическую основу для дальнейшей работы. А в июне мы приступим к практическим занятиям полевым школам, которые состоятся на территории равнины, предгорной и горной части Алтайского края. Чего они там делать-то будут? Травки, муравки изучать? И травки, муравки, геоботанические занятия у нас предусмотрены тоже. Мы освоим с ребятами методы полевых исследований. Что это в себя включает? Геоморфологический профиль составления, топографическую основу, как составить карты научим. Будем проводить геологические наблюдения. Познакомиться с методами изучения водных объектов и много-много других занятий, которые сейчас еще программа у нас в процессе формирования. В таких полевых условиях сколько придется прожить? У нас три школы и ребята в зависимости от уровня их предварительной подготовки и готовности к полевому образу жизни. У нас планируется подключить по 30-40 человек в каждой школе. И продолжительная школа будет составлять от 6 до 8 дней. То есть прямо в палатках? Да, будут и в палатках. Еда на костре. Да. А для чего вообще эту школу проводите, если так вот в целом сказать? То есть польза для ребят какая будет? Они потом это в дальнейшем где-то в своей научной работе будут исследовать или защищать какие-то научные проекты и получать за это оценки? Они будут защищать проекты, но все-таки, наверное, самая главная цель не это. Самая главная цель это научить любить природу и заботиться о ней. Прежде всего природа Алтайского края, раз мы здесь живем. И знать его. Ну вот я так поняла, что проект, в принципе-то, его проводят не впервые. Минувшим летом мы о чем-то подобном тоже уже разговаривали. Но впервые при поддержке президентского гранта. Все верно? Да. Но вот, знаете, если мы всегда вели работу, она все-таки была не такой систематичной. Просто у нас действительно появилось понимание, что с ребятами нужно работать постоянно. Что есть такая востребованность и у школьников, и у их педагогов. Поэтому вот благодаря этой поддержке мы можем осуществлять уже непрерывный образовательный процесс. И то есть можно уже уверять, что вот этот проект «Открываю край заново» вместе, его название, он будет и в следующем году и так далее. Ну мы надеемся, что эта работа будет продолжена, конечно. Расскажите, как можно стать его участником? Все ли дети могут попасть или нужно какие-то определенные заслуги по географии иметь? В принципе, на наш проект может попасть любой желающий ребенок, его родитель или педагог. То есть достаточно выйти на сайт Алтайского краевого отделения и зарегистрироваться на ближайшие мероприятия проекта. То есть это можно сделать еще сегодня? Можно сделать... Места есть. Места есть, конечно. Мы постараемся включить всех желающих и учесть их интересы. Спасибо за это интересное интервью. Ну а я напомню, что у нас в гостях была Ирина Архипова, председатель Алтайского краевого отделения Русского географического общества. Русского краевого отделения 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 Русского краев